Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» очень много кузовных запчастей, также много двигателей, коробок и всего навесного оборудования. Помните, мы читаем каждый ваш комментарий. Давненько у нас не было надежных моторов Volvo. Итак, встречаем Volvo 1.8. В 1990 году компания Volvo представила собственную линейку модульных двигателей с четырьмя, пятью, шестью цилиндрами. Эти двигатели являются очень близкими родственниками. Первый двигатель этого семейства дебютировал на флагмановском седане Volvo 960. Это был двигатель объемом 2,9, шесть цилиндров. Четырехцилиндровые двигатели этого семейства дебютировали в 1995 году на Volvo S40. Модульные моторы очень похожи. Ремни ГРМ идентичны у всей линейки от 1,6. До 2,9 выпущенных до 2000-х годов. В 1999 году эти двигатели модернизировали. В частности, модернизировали систему зажигания. Появились электронные дроссельные заслонки. Появились фазовращатели. Из привода ГРМ исчез гидравлический демпфер натяжного ролика. Блоки модульных двигателей алюминиевые с чугунными гильзами. В этих двигателях по четыре клапана на цилиндр есть двигатель с двумя клапанами на цилиндр, но их немного. Их закончили выпускать в 2000 году. Инженеры Volvo отказались от гидрокомпенсаторов. Поэтому данное семейство двигателей нуждается в регулировке тепловых зазоров. Сегодня мы будем разбирать двигатель объемом 1,8, специально созданный для Volvo S40 V40. Этот двигатель модернизированный 1999 года выпуска под обозначением B4184S2. Также в линейке Volvo был двигатель Mitsubishi японский, тоже объемом 1,8, но под другим обозначением B4184SM. Алюминиевые шведские бензиновые двигатели получились на славу. Они получились надежными и неприхотливыми. Без труда пройдут 500 тысяч километров и больше. Много возрастных моторов катается и по сей день. Сегодня мы расскажем о всех проблемах и хлопотах, с которыми сталкиваются данные моторы. И расскажем еще, почему такие надежные двигатели погибают. Самому молодому автомобилю Volvo S40 первого поколения уже 16 лет. И может так случиться, что с утра двигатель просто не заведется. Виной этому может быть погружной бензонасос. Из-за неполадок с погружным бензонасосом двигатель заводится далеко не с первой попытки. Дергается при разгоне, а также не выходит на полную мощность. Также при неполадках с бензонасосом двигатель может заглохнуть на ходу, а потом завестись. Рабочий бензонасос должен поддерживать давление в топливной рампе на уровне 3 бар. Как ни странно, но к этому мотору идеально подходит бензонасос с ВАЗ-2110. Бензонасос меняется очень легко. На это надо примерно 30 минут. Очень часто сервисмены и владельцы навещают этот бензонасос, чтобы починить датчик уровня топлива, в котором ломается один провод. При больших пробегах на двигателях 1.8 сдаются прокладки выпускного коллектора. И тогда двигатель начинает рычать и сыпеть под капотом. Это прорываются выхлопные газы. У ранних двигателей 1.8 примерно до середины 1998 года неудачная конструкция выпускного коллектора. Там прогорает гофро приемной трубы. Она прогорает и трескается. Так вот, владельцы покупают вот такие коллекторы с более новых двигателей, как у нас, и не знают проблем. Такой коллектор вы, естественно, можете купить в «АвтоСтронг-М». Сегодня в разборке нам будет помогать наш любимый Павел. Мы начинаем нашу разборочку. На данном моторе используются сдвоенные катушки зажигания. Служат они очень даже хорошо, если по регламенту менять свечи. Если выходит из строя одна сдвоенная катушка, то выключаются два цилиндра. Это проявляется в дерганиях при разгоне и даже прострелах глушителя. На модульных двигателях Volvo S40 V40 используется механическая дроссельная заслонка за исключением версии с двигателями Mitsubishi. Так вот, эта заслонка надежная, не загрязняется, не заедает и датчик ее положения никогда практически не выходит из строя. Но если у двигателя возникнут проблемы с холостым ходом, то есть обороты будут плавать, либо двигатель будет глохнуть при отпускании педали акселератора, то стоит почистить регулятор холостого хода. При больших пробегах может прохудиться прокладка теплообменника, и тогда получим течь и масло, и антифриза. И масло, и антифриз будут смешиваться в теплообменнике. В таком случае, помимо замены прокладки, надо еще почистить и промыть систему смазки и систему охлаждения. Форсунки установлены на резиновых уплотнительных колечках, которые со временем дают течь. Тогда будет фиксироваться ошибка по пропускам зажигания в цилиндре с текущей форсункой. Тогда обороты холостого хода будут плавать. Ошибки будут указывать на катушке зажигания, поэтому стоит проверить герметичность форсунок. На негерметичность форсунок указывает запотевание и соответствующий запах. Что примечательно, что вот эти резиновые колечки отдельно не продаются, поэтому надо их будет подбирать из колечек подходящего диаметра. Но вы можете купить отличные форсунки с колечками, подходящими в «АвтоСтронг-М». Система вентиляции картерных газов на автомобилях Volvo ничем не примечательна. Но владельцам шведских автомобилей нужно знать одну особенность. Система вентиляции картерных газов закупоривается примерно при пробеге в 100 тысяч километров. Из-за закупоривания здесь, либо же вот здесь увеличивается давление в картере. И тогда вот это давление начинает выдавливать масло через сальники и даже через стакан масляного фильтра. Систему вентиляции картерных газов проверить очень просто. Достаточно на работающем двигателе открутить маслозаливную пробку, надеть что-то наподобие перчатки резиновой на маслозаливную горловину. И если перчатка всасывается, то тогда в картере нормальное разряжение. Если она надувается и масло брызжет, то тогда надо менять закупоренные детали. Вообще проблем с ВКГ на данных двигателях быть не должно. Появление сгустков и закупориваний указывает на некачественное масло, большие интервалы замены, на частые короткие поездки, из-за которых в маслоотделителе образуется конденсат, который смешивается с маслом и превращается в густой майонез. На практике двигатели, которые ездят на нормальном масле и круглый год нормально прогреваются, не испытывают никаких проблем с системой ВКГ. И можно проездить до полумиллиона километров с заводской системой ВКГ. Иногда по настоянию и рекомендации каких-нибудь сервисменов, систему ВКГ на данных двигателях меняют вместе с ремнем ГРМ. Но в некоторых случаях оказывается зря, потому что все патрубки чистые. Итого, товарищи, если вы сняли систему ВКГ с вашего двигателя и обнаружили густой майонез, то срочно меняйте свой стиль езды. Мотор должен нормально прогреваться. Ремень ГРМ на данном моторе рассчитан на 150 тысяч километров либо же 10 лет. Но обычно такой ремень меняют каждые 100 тысяч километров. А теперь внимание. На ранних модульных двигателях Volvo с четырьмя и пятью цилиндрами, которые выпускались до 1999-2003 года, в зависимости от мотора, вместо механического натяжного ролика использовался ролик с гидравлическим натяжителем. Так вот, между гидравлическим натяжителем и роликом была пластиковая шайба. Так вот, бывали случаи, что неопытные сервисмены после замены ремня забывали ставить эту пластиковую шайбу на место. И тогда ремень при остановке двигателя мог перескочить, и поршни могли ударить по клапанам, хоть и не сильно. Также ремень мог перескочить на один-два зуба, и это приводило к сбоям в работе двигателя. Рядным четверком Volvo объемом от 1.6 до 2.0 достался ненадежный фазовращатель. Ходит он примерно 80 тысяч километров. Кому повезет, немножко дольше. В нем неудачно устроены лопасти, которые неглубоко помещены в удерживающие пазы. Со временем они расшатываются, и фазовращатель начинает стрекотать. Тогда надо фазовращатель менять на новый. Новый от Aisin стоит 130 долларов, а с брендом Volvo вдвое дороже. Фазовращатель может дать течь масло по единственной заглушке. Масло попадет на ремень ГРМ, и ремень может перескочить. Разобрав фазовращатель, мы увидим прокладочку, задубевшую, которую надо поменять. Естественно, прокладка не продается отдельно. Ее можно подобрать, но это задачка со звездочкой, потому что прокладка комбинированная. Соленоидный золотниковый клапан, управляющий фазовращателем, служит долго. Но если он начал подклинивать, то появится соответствующая ошибка о неработающем фазовращателе. Тогда клапан надо достать и почистить. Это даже предусматривает производитель. Для этого надо снять стопорное кольцо, достать пружинку, шайбу и золотник, все почистить и поставить обратно. Если золотник без выработки, то клапан будет исправно работать. Также при чистке либо замене клапана надо поменять вот эту прокладку, где присутствует сетка фильтра. А бывает так, что клапан начинает течь маслом через его электронный разъем, и тогда весь клапан надо менять на новый. Хотя отмытый БУ-клапан может служить еще несколько лет. В двигателях Volvo отсутствуют гидрокомпенсаторы. Поэтому на них надо теоретически регулировать при необходимости тепловые зазоры. Но на практике зазоры практически не уходят. Уходят зазоры у моторов, которые эксплуатируются на газу, а также надо регулировать тепловые зазоры после ремонта ГБЦ. Чтобы измерить тепловые зазоры, в клапанной крышке есть заглушки напротив каждого толкателя клапана. Для измерения тепловых зазоров надо выкрутить заглушку и щупом померить тепловые зазоры, составить список тех толкателей, которые нуждаются в регулировке. Для замены толкателей надо снимать клапанную крышку. А если вот такая ГБЦ собирается после ремонта, то для выставления тепловых зазоров нужен специальный инструмент-адаптер. Он выставляет распредвалы в правильное положение, то есть кулачками вверх и прижимает их для измерения тепловых зазоров. Как таковой клапанной крышки на данном моторе нет. Клапанная крышка является постелью распредвалов. Эта легкая алюминиевая деталь посажена на гермет. Со временем гермет может дать течь масло как наружу, так и в свечные колодцы. В таком случае надо защищать старый гермет, садить крышку на новый гермет с правильным усилием и желательно на новые винты. Ну а теперь по состоянию. На кулачках распредвалов нет никакого износа, на шейках тоже. Но видно, что масло здесь меняли далеко не часто. Кстати, при измерении тепловых зазоров после откручивания заглушки именно сюда попадает щуп между кулачком распредвала и толкателем. С возрастом данные моторы могут есть неприличное количество масла. Причиной этому могут быть задубевшие маслосъемные колпачки. Надо обратить внимание на эту проблему. Первым признаком является сизый дым из выхлопной трубы при холодных запусках. В данном случае мы видим, что мотор реально здесь масло тоел. Мы разбираем уже не первый мотор Volvo и при разборке данных моторов нас не покидает чувство надежности, потому что в них реально все очень добротно сделано. Итак, блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. И если говорить о состоянии цилиндров, то все очень даже хорошо. Хон присутствует и зондиров нет. Редактор субтитров А.Семкин Коленвал во всех модульных моторах Volvo опирается на вот такую алюминиевую бугельную плиту. И несмотря на то, что масло в нашем моторе выпало в осадок, вкладыши бодрячком. Несмотря на то, что масло в данном двигателе подгулявшее, маслосъемные кольца закоксованы, но не сильно и сохранили подвижность. Компрессионные кольца тоже подвижны. Единственное, что пострадало в этих поршнях, это вкладыши. И визуально коленвал здесь тоже неплох. В этом блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали действительно надежный двигатель. Вся вот эта линейка модульных моторов дарит своим владельцам только положительные эмоции. Меняйте масло чаще и не мучайте двигателем короткими поездками. Тогда все будет отлично. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».